Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Десять километров комфорта. Под Сызренью открыли движение по обновленному участку трассы М-5. Не топит звони. В Самаре заработала горячая линия по отоплению. Почему Михаил Челышев отказался пить за здоровье императора Николая II? Неизвестны факты жизни легендарного самарского главы. На улице Герои появилась мемориальная доска. В Самаре вспоминают подвиг летчика-испытателя Игоря Егорова. Мастер-класса по танцевальной двигательной терапии и спектакль от центральной студии «Счастливый случай» в Самарской психбольнице и день открытых дверей. Еще один участок трассы М-5 привели в порядок. Евремонт дорожного полотна завершился недалеко от Сызренья. По этой трассе за сутки проходит в среднем 32 тысячи автомобилей. В церемонии открытия обновленной магистрали принял участие министр транспорта России Максим Соколов. Он подвел итоги дорожного сезона. Масштабы впечатляют. С 2015 по 2016 годы в стране отремонтировали километраж равной радиусу земли. А в 2017 году в России стартует программа «Безопасные и качественные дороги». В ней участвует и Самарская область. Регион может получить дополнительное финансирование в размере 3 миллиардов рублей. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Несмотря на интенсивность работ при капитальном ремонте, участок прикрывали только один раз, всего на несколько секунд, чтобы официально перерезать красную ленту. Этот отрезок дороги длиной в 10 километров был одним из самых опасных. И вот на десятилетия вперед качество гарантирует самый строгий лабораторный контроль. На этом образце можно определить содержание щебня в асфальто-бетонной смеси, битума в асфальто-бетонной смеси, коэффициент уплотнения. Отбирались вырубки, испытывались в лаборатории на современном оборудовании. Теперь автомобили здесь смогут разгоняться до 120 километров в час. Трасса М5 «Урал» – это основная транспортная артерия России. Она связывает центральные районы с Сибирью и дальше на Дальний Восток. Общая протяженность почти 2000 километров. Из них 333 километра проходят по территории Самарского региона. Трасса строилась более 60 лет назад, поэтому время от времени некоторые ее участки обновляются, превращаясь в вот такие современные магистрали европейского типа. Этот участок отремонтировали всего за год, но это лишь мизерная часть дорожных работ, которые в 2015-2016 году выполнены в Самарской области и в России в целом. Более 6500 километров – протяженность, равная расстоянию до центра земли. Как уверяет Минтранс, все эти дороги теперь ничуть не уступают европейским и по качеству, и по комфорту. Мы внимательно изучили основные параметры комплексной программы, которая будет представлена до 1 декабря в Министерство транспорта для защиты. Потом эта программа будет утверждаться уже правительственной комиссией по транспорту, и по ее итогам уже буквально в первые весенние месяцы следующего года, как только позволит погода, температуры будут положительными, начнутся масштабные работы по приведению в нормативное состояние, обеспечению безопасности на дорогах Самарской агломерации. Сегодня перед дорожным хозяйством региона стоит стратегическая задача – привести транспортную систему в порядок к Чемпионату мира по футболу. Но уже после Мундиали начнется реализация самых амбициозных проектов, в частности, строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Олег Зверев, Константин Головин. События. В этом году в России появится 300 километров новых транспортных артерий. В Самарской области активное обновление дорожной сети продолжается с 2012 года. По словам губернатора Николая Меркушкина, если не снижать темпы работ, значительно улучшить качество дорог в регионе можно за 2-3 года. Мы приняли решение новосадовую, демократическую, довести до аэропорта Красногринскую, нижнюю дорогу, так называемую. Она у нас по программе Чемпионата мира, ее не было. Но мы приняли решение ее довести, обновить, отремонтировать, расширить в отдельных местах и довести до аэропорта вторую дорогу. В этом году регион получил из федерального бюджета 650 миллионов рублей на ремонт дорог. Деньги распределились между Самарой и Тольятти. Работы, на которые направили эти средства, уже завершаются. Крупные магистрали преображаются, но остаются проблемы в районах. Обновление требует дороги во дворах и внутриквартальные проезды. Ими планируют серьезно заняться в следующем году. В 2017-м также стартует федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Ее участником станет в том числе Самара. Один миллиард рублей будет направлен в виде субсидий на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 15 агломерациях. Куда в первую очередь попадает Самара и Самарская область, как агломерация вокруг города Самары. Это гарантировано. Будут ли дополнительные субсидии, зависит от Тольятти. Город может претендовать на грант в 500 миллионов рублей. Если на федеральном уровне решат выделить деньги в целом, за два года Самарско-Тольяттинская агломерация может получить дополнительно 3 миллиарда рублей из бюджета страны. Региональные власти добавят столько же. В этом случае дороги обновят также в Жигулевске, Сызрани, Чапаевске. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Горячая линия согреет, если от батареи веет холодом. В Самаре заработали телефоны, по которым принимают жалобы на отсутствие отопления в домах. Квартир, в которые тепло еще не пришло, в Самаре осталось немного. И в основном речь идет о форс-мажоре. Куда звонить, чтобы быстро помогли, расскажет Марина Кравцова. Батареи не греют, стоит звонить. В Самаре открылась горячая линия по вопросам подключения к отоплению. В департаменте городского хозяйства и экологии работают телефоны. 266-56-22 в будние дни с 8.30 до 17.30. И 266-54-54 круглосуточно. Кроме того, жалобы жителей принимают отделы ЖКХ и оперативные дежурные во всех районах города. Обращения, поступившие на горячую линию, будут находиться на контроле специалистов до полного решения проблемы. Практически все дома уже подключены к теплу. Остались лишь редкие случаи, связанные с капитальным ремонтом или авариями на теплосетях. Все порывы стараются устранить сразу же. Вопрос у нас 40 порядка повреждений на тепловых сетях. ПТС. Сегодня не все в работе. С сегодняшнего дня открывается горячая линия. Значит, начинаем работать по стоякам. Поэтому районам я хотел бы сказать, чтобы к этой позиции подошли очень взвешенно. В новых домах с отоплением должно быть все в порядке. Темпы ввода жилья в эксплуатацию обсудили на совещании в городской администрации. План на год почти 950 тысяч квадратных метров. Из них 150 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Пока среди частных домов в строй ввели меньше половины плановых показателей. Помочь с оформлением индивидуального жилья должны районные власти. Им поручено активно включиться в работу. Мы готовы оказать всяческую помощь, вплоть до того и участие в этих рейдовых мероприятиях. 945 тысяч квадратных метров – это достаточно большой показатель. Если мы на сегодняшний день по многоквартирным домам где-то с коэффициентом 1,3-1,5 идем по отношению даже к предыдущему году, то по ИЖС у нас снижение. Оформить частный дом можно тремя способами. Получить разрешение на ввод в административном порядке при наличии разрешения на строительство. Оформить жилое строение по дачной амнистии или же через суд. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Миллиард рублей задолжали неплатилищики налогов в бюджет Самары. Разговаривать теперь им придется с судебными приставами. Городские власти и Самарское управление ведомства подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет в основном о долгах за аренду земли. Некоторые фирмы незаконно использовали участки без договора аренда, а кто-то просто не платил налоги вовремя. Совместная работа мэрии и приставов уже дала результаты. За 9 месяцев удалось существенно улучшить показатели возврата денег, которые организации не выплачивали в городской бюджет. Для нас это является насущной такой необходимостью, поскольку именно с этих ресурсов мы можем развивать инфраструктуру города, это и дороги, это и социальные учреждения, это и внешний вид города, благоустройство, фасады. Согласованные совместные действия позволят нам наполнить бюджет дополнительными ресурсами и, в общем-то, поддержать те преобразования, поддержать материально, финансово те преобразования, которые проводятся последние годы в городе Самар. Есть над чем работать. На сегодняшний день у нас задолженность в пользу городской администрации свыше 1 миллиарда. Поэтому, если мы так же продолжим нашу работу, я думаю, что в течение следующего года мы с этим объемом исполнительных производств разберемся. В ближайшее время в Самаре рассмотрят возможность предоставления адресной помощи на оплату проезда в общественном транспорте нуждающимся студентам. Таков итог встречи главы города Олега Фурсова с членами молодежного парламента при городской думе, который теперь работает в расширенном составе. Также конструктивные предложения на встрече смогли высказать лидеры других молодежных организаций Самары, в том числе и активисты молодой гвардии «Единой России». Всегда можно найти компромисс, тем более власть у нас всегда открыта, сесть за столы переговоров, и точно так же в этой ситуации. Профсоюзные организации тщательно сейчас обсуждают разные пути решения, в том числе и адресную помощь. И, конечно же, если говорить конкретно об адресной помощи, хотелось бы, конечно, расширить этот круг, кто мог бы ей воспользоваться. То есть, если мы говорим об адресной помощи не только малоимущим, у нас есть иногородние студенты. Это дети из семей, из многодетных семей, ну и так далее, так далее. Перспективные меры социальной поддержки учащихся вузов лишь начало перезагрузки системы молодежной политики в городе. На встрече речь шла и о ее стратегических направлениях. Этой теме сейчас уделяется особое внимание, и власть по-новому относится к инициативе молодежи. От студентов в течение ближайшего месяца будут ждать предложений, и какая именно помощь для них сегодня особенно актуальна. Об экономических событиях в начале недели расскажет наш обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! В начале недели цена нефти снижается из-за неопределенности заморозка и уровня добычи. Сегодня за один баррель черного золота дают 51 доллар 75 центов. Американская валюта растет. На 11 октября Центробанк установил курс доллара на отметке 62 рубля 38 копеек. Евро 69 рублей 72 копейки. Золото стоит 2513 рублей, серебро 34 рубля 71 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 63 рубля 86 копеек, дороже всего продать за 60 рублей 74 копейки. Минэкономразвитие предлагает индексировать в 2017 году тарифы на электроэнергию на 4% и на газ на 3%. Безработные смогут жить без налога еще три года. Вести сбор для таких граждан предлагает Минтруд. Но пока соответствующий закон не принят, и в бюджете эти взносы не предусмотрены. А для тех, кто ищет работу, в Самаре 13 октября в ДК Литвинова пройдет общегородская ярмарка вакансий. Рабочие места предложат 70 предприятий. На этом все. Удачи в делах! Ударили по неплательщикам мотопробегом. Байкеры Самары решили поддержать ресурсоснабжающую организацию СКС и призвать должников рассчитаться с заводом. Что из этого получилось, увидела Марианна Мирная. Заплати за воду и пей спокойно. С такими плакатами вышли на улицы Самары сотрудники самарских коммунальных систем. И не просто вышли, а выехали мотопробегом с настоящими байкерами, которые всегда исправно оплачивают квитанции. Даже если сколько-то человек увидит, уже хорошо. То есть это же начинание только. Поэтому мы участвовали в решении, чтобы поддержать хорошее начинание. Дай бог, чтобы все платили, чтобы все это было ровно. Самарцы задолжали за водоснабжение и водоотведение больше миллиарда рублей. А чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, сотрудники СКС трудятся круглосуточно. Чтобы достучаться до должников, в самарских коммунальных системах изобретают все новые меры воздействия на них. За этой водой, которая льется из крана, стоит тяжелый труд людей. Круглосуточный. В любую погоду люди стоят на страже того, чтобы в наши дома поступала вода. Вот сегодня мы хотим, чтобы люди еще раз задумались над тем, что надо за это платить. И тогда будет меньше проблемы с тарифами. Во время остановок сотрудницы СКС раздавали сувениры и отвечали на вопросы жителей, которые фотографировались и живо общались с организаторами акции. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. В регионе ищут серийного душителя пенсионеров. Два убийства произошли в советском районе Самары. Погибли пожилые женщины в возрасте от 75 до 90 лет. По версии следствия, мужчина входил в квартиры пенсионеров под видом работника ЖКХ. Затем он душил их и крал деньги. Приметы подозреваемого. Худощавый мужчина с вытянутым лицом и глубоко посаженными глазами в возрасте от 25 до 35 лет и ростом в 170-175 сантиметров. Под Самарой на железной дороге произошла утечка серной кислоты. Это случилось на станции Кенель в одном из товарных поездов. Интенсивность утечки была небольшая – примерно 5 капель в минуту. Опасности жизни и здоровью людей ничего не угрожало, так как до ближайших домов от места ЧП расстояние было около 750 метров. На месте ЧП работали сотрудники управления МЧС России по Самарской области и железнодорожники. Они отцепили цистерну и отправили на утилизационный путь. В Самаре к 14 ноября прекращается речное сообщение со всеми населенными пунктами, кроме Рождествена. С 24 октября закрываются пристани Зольная, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелихмедь, Виновка, Монастырь. Последним закроется водный путь на Ширяево, поляну имени Фрунзе, Проран. В Самаре начались подготовительные работы по строительству улицы Арена-2018, которая будет идти от Волжского шоссе до стадиона. На данный момент рабочие удалили часть лесных насаждений и выровняли площадку под строительство. Улица Арена-2018 будет иметь четырехполосную проезжую часть, разделительную полосу шириной 6 метров и длину в 2,5 километра. Кроме того, там построят два подземных пешеходных перехода. Холодную, но сухую погоду обещают нам областные синоптики в первой половине рабочей недели. Подует северный ветер и с понедельника по среду днем всего 3-8 градусов тепла. Ночами и вовсе начнутся заморозки до минус 2, осадки маловероятные. При этом уже в следующие выходные синоптики обещают местами снег. 10 октября – Всемирный день психического здоровья. В Самарской области более 60 тысяч людей страдает различными заболеваниями. Чтобы привлечь внимание общественности к их проблемам, а пациентам помочь в социализации, Самарская психиатрическая больница провела День открытых дверей. В том, что психбольница – это не только решетки на окнах, убедился Андрей Горгуленко. День открытых дверей в психиатрической больнице. Только звучит странно. На самом деле все очень мирно и дружелюбно. В коридорах реабилитационного центра многолюдно, но пациентов это не пугает. Им нравится такая социализация. Они нам помогают в проведении этого дня. И некоторые пациенты даже пришли из дома, чтобы помочь провести нам такой день. Такие мероприятия помогают социализироваться за счет нас, сотрудников, пациентов. Они расширяют круг общения. У них все равно очень узок. Танцы, курсы кройки и шитья, уроки приготовления еды – это не показательные занятия. Такие упражнения с пациентами проводят постоянно. Самое важное, чтобы они учились и не боялись жить вне больницы. А также ощущали себя полноценными членами общества. Чисто, аккуратно пациенты участвуют. Действительно, они адаптируются к окружающим миром. Спортивная площадка, уборка. Это позволяет в том числе на фоне комплексной терапии адаптировать их к окружающим среде. Ну а самой интересной площадкой стал спектакль театральной студии «Счастливый случай». Пациенты благодаря этому проекту выступают в разных городах, на международных театральных фестивалях. А некоторые даже выписались из стационара, потому что нашли дело своей жизни. Дело в том, что применяя на себя чужую роль, они так или иначе начинают воспринимать себя как другого человека. И это помогает им в значительной степени строить отношения с другими людьми. В Самарской области в День психического здоровья уже на протяжении нескольких лет организуются общественные форумы, круглые столы и Дни открытых дверей. Главная цель – сформировать у населения эмоциональное принятие людей с проблемами психического здоровья. Андрей Грагуленко, Максим Гусев, События. Первым делом самолеты в Кубежском районе Самара открыли мемориальную доску летчику-испытателю Игорю Егорову. Он внес неоценимый вклад в развитие авиационной промышленности, был абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу и оставил о себе светлую память. В том, что его история теперь знает каждый житель района, убедилась Марьяна Мирная. Дочь героя летчика-испытателя Игоря Егорова Екатерина этот день никогда не забудет. Мемориальная доска с именем отца открыта на доме, в котором он жил. Игоря Егорова не стало 35 лет назад. Он погиб при выполнении испытательного полета. Абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу. Заслуженный мастер спорта СССР по самолетному спорту. Для нее он в первую очередь был отцом, который всей душой любил небо и знал, как порадовать девочку в праздник. Он меня спросил, что тебе подарить. Я сказала, воробушка. Он мне подарил прекрасного кеннера, который у нас жил 12 лет. Я не знаю, что это такое. Мы с ним ходили за Волгой, за Камышом. Повесить мемориальную доску на доме, где жил Игорь Егоров – инициатива школы номер 105 в Куйбышевском районе. Многие дети и их родители живут на улице его имени. По мнению директора школы, историю героя нужно изучать не только в классе, но и в обычной жизни. Теперь, проходя мимо этого дома, каждый житель и каждый гость будут знать, что в этом доме жил удивительный человек. Его деятельность – это его подвиг. Он был очень разносторонним человеком. Он был абсолютным чемпионом мира. Поэтому его нужно обязательно знать. Нужно, чтобы дети знали, что из простого человека может быть вот такой великий для нас гражданин, выдающийся личность. Это прекрасно, что в нашем городе поддерживается традиция увековечения памяти героев, которые прославляют наш город. Их очень много. И хотелось бы даже, чтобы практически на каждом доме, где эти герои были, висели такие доски. Игорь Егоров внес неоценимый вклад в развитие авиационной промышленности Самары. А еще, по словам дочери Екатерины, он был очень веселым и добрым человеком. И поэтому все, кто живут на улице Егорова, должны этим гордиться. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре вспоминают еще одного выдающегося деятеля, на этот раз начало 20 века, Михаила Челышева. От крестьянской сахи он добрался до депутатского кресла Госдумы Российской империи. Почему самарский мэр отказался пить за здоровье Николая II и другие интересные факты жизни Челышева знает Сергей Кизоркин. 16-летний маляр Михаил Челышев приехал в Самару из деревни. В 26 он уже депутат Городской думы. В 43 представляет губернию в Санкт-Петербурге в Госдуме. Через год уже городской голова. Проект всей своей жизни он вынес на государственный уровень – борьба за трезвость. Челышев не побоялся объявить войну производителем алкоголя в России и главному виноделу императорской семьи. Михаил Дмитриевич на приеме у Николая II даже отказался выпить за здоровье Его Величества. Эти и другие интересные моменты его жизни описаны в книге «Апостол народной трезвости». Что удивительно, сухой закон в России все-таки приняли в 1914 году. То, что его идеи актуальны, в этом нет никаких сомнений, потому что деградация, она налицо была тогда, и она налицо, в общем-то, именно и в наши дни. Американская мечта по-самарски – этот человек сделал себя сам. Так о Михаиле Дмитриевиче Челышеве говорили историки, журналисты и руководители Самары в день его рождения. Он оставил это наследие нам. Правда, оно было немного забыто в советские времена, сейчас это возобновляется. Это и борьба с алкоголизмом, это и стремление к всему передовому, это и развитие города, строительство города и его процветание. Доходные дома и бани – храм веры, надежды, любови и матери их Софии. То, что оставил в Самаре Михаил Челышев. Потомки городского головы начала 20 века – частые гости в городе. На юбилей со дня рождения в Самару приехали внук и три правнучки успешного предпринимателя. Торжества прошли в Самарской публичной библиотеке. Продолжился праздник в Струковском парке челышевскими гуляниями. Вся моя жизнь, все мое детство и юность пропитаны мамиными рассказами. И в 1948 году мы первый раз с мамой попали в Самару, шли по улице и вдруг слышали, на Челышевские, на Челышевские дома. Мы удивились, спросили, что это такое, мама не знала об этом. И нам сказали, да вот, это Челышевские дома, одна улица Челышева. Вот, Челышевские дома, мы были поражены, что это имя живет в этом замечательном городе. При Михаиле Челышеве в Самаре появился народный контроль за деятельностью чиновников. Пресса получила доступ к работе мэрии. Самара стала новатором среди городов по Волжье в деле озеленения и асфальтирования улиц. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Новости спорта в эфире, и я вновь передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Подкачать бицепс и мышцы пресса, отработать баскетбольный бросок и, наконец, научиться подавать мяч за волейбольную линию. И это все на одной площадке, в центре города. Новые тренажеры в городе, я нигде таких не видел, но очень интересно. Я недалеко здесь живу, поэтому очень интересно будет сюда приходить, возможно, знакомых увижу. В сквере Фадеева, что недалеко от фонтанов Осипенко, открыли долгожданную спортплощадку. Все ее возможности тут же протестировали и сами спортсмены. Доски разлетались в щепки от ударов каратистов. А когда триалист перепрыгивал на велосипеде четырех человек, зрители замирали. Один из наказов наших избирателей было, чтобы установить здесь спортивную площадку, чтобы дать возможность ближайшим домам, жителям из ближайших домов, заниматься здесь и утренней физзарядкой, и сдавать, конечно, нормы ГТО. До нее все, наверное, жители знают, что здесь была автостоянка, и долго принималось решение все-таки. И глава города, Олег Борисович Фурсов, принял решение открыть здесь спортивную площадку. Правовые вопросы взяла на себя городская и районная администрации. Саму площадку построила компания «Социальный партнер». Учитывались все пожелания жителей, так что площадка получилась универсальная. Мы буквально в этом году планируем открыть еще подобную площадку на улице Оспенка, 18. Жители активно просят, чтобы именно на их территории была восстановлена площадка спортивная, которая когда-то была. Но мы говорим о том, что она не только будет восстановлена, она будет лучше, она будет качественнее. Кроме новых площадок, в Октябрьском районе запланирован ремонт и старых. Каких именно, определять будут жители вместе с депутатами и экспертами. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...